Финальный заезд на четверках парных. Финальный заезд на четверках парных. Впервые медали чемпионата мира были разыграны позапрошлым году, в 1974 году, в Люцернии. Тогда наш экипаж был вторым. Проиграв команде германской немкородической рецептики. Сейчас лидирует сборная команды Советского Союза. На втором месте идет команда Чехословакии на третьем ГДР. Первые 250 метров дистанции позади. В предварительном заезде встретились команды ГДР из Советского Союза. И команда Советского Союза, наша четверка, опередила четверку германской рецептики. Ну, очевидно, это было несколько неожиданно для спортсменов из ГДР, ибо они добивались успеха на протяжении многих лет в этом классе лодок, и на Большой Московской реке также были победителями. Сейчас они стараются не выпускать далеко вперед нашу четверку. И в то же время очень хорошо идет команда Чехословакии. Здесь очень сильный состав. И среди них известный спортсмен, выступающий на одиночке, Ярослав Хелебран. Он же в свое время отлично выступал и в двойке парной. Ну, а если называть состав команды ГДР, то в первую очередь можно обратить внимание на Вольгана Бюльдеппеннинга, который был третьим, завоевав бронзовую награду на прошлых Олимпийских играх. Так вперед выходят сейчас две команды. По-прежнему лидирует сборная ФСР, выигрывает совсем немного у четверки ГДР. И вот сейчас, смотря на эту гонку так же, как и вы на вашем экране, мы смотрим глазами телекамеры, которая установлена на машине, идущая параллельно этому заезду. Вперед выходит команда Германской Демократической Республики, выиграя приблизительно два метра у сборной СССР. На третьем месте идет команда Чехословакии. Сборная СССР чуть прибавила сейчас по ходу гонки и сравнялась с командой Германской Демократической Республики. А на третьем месте идет команда Чехословакии. По-прежнему впереди идут две команды СССР и Германской Демократической Республики. Команда Чехословакии не отстает. Выигрывая метр по ходу гонки, идет впереди команда Германской Демократической Республики. Сейчас последует финиш. Финишный рывок. Вот посмотрите, спортсмены ГДР резко увеличили темп гребли и начинают выходить вперед, далеко вперед. Наша команда проигрывает уже нос лодки. Теперь уже полкорпуса лодки преимущества сборной Германской Демократической Республики. По-прежнему на втором месте идет команда Советского Союза. Очень хорошо начала финишировать и четверка Чехословакии. Вот вам видно сейчас, хорошо идет команда ГДР. На втором месте идет команда Советского Союза. Чемпионы мира, очевидно, проанализировали поражение, которое было от нашей команды. Предварительные гонки. И сейчас очень бурно проводят финишный рывок. Темп гребли приблизительно 40 гребков в минуту. И в борьбе за второе место сейчас вступила команда Чехословакии. Сборная СССР тоже самое финиширует очень сильно. И в то же время четверка Чехословакии идет в высоком темпе. Вот эти последние метры дистанции. Финиш. ГДР, СССР и Чехословакии. Четверка Советского Союза. Евгений Дулеев, Юрий Якимов, Айвар Лазденикс и Витаутас Будкус завоевывают серебряные медали Олимпийских игр 1976 года.